Итак, ребята, в этом видео вы узнаете, как быть выше ваших конкурентов в топе, как сделать самые крутые продающие объявления и как заработать огромное количество денег в Авито. Мы никогда не рассказываем о том, на чем сами не зарабатываем. Мы не являемся теми людьми, которые сидят где-то там в Москва-Сити, там снимают какие-то ролики, либо те люди, которые, вау, какие самые крутые аналитики. Ребята, Авито сейчас блокирует такие объявления, в которых написаны эти ключевики просто в конце. Ребята, это уже не работает. Пользуйтесь, это очень важная информация. Дело в том, что наши ученики, они с нами становятся партнерами. И почему им предоставили вообще всю выжимку, весь концентрат, пошаговые пункты, что говорить клиентам по конкретной нише, чтобы их закрывать на продажу. А дело в том, что они наши партнеры, и мы работаем с ними по системе дропшиппинг. Наши ученики, которые вообще с нуля занятались, сейчас состоят в клубе миллионеров, который мы недавно открыли. Там уже мы с ребятами работаем, как выйти там до миллиона рублей. Есть ребята, которые зарабатывают от 100, там есть 250, 400. В общем, эти ребята начинали с нами с нуля. Ребят, всем привет, вы на канале Путь к миллиону, с вами Саю и Иван. Сегодня мы вам расскажем очень крутую информацию, которая вам точно поможет сделать крутой результат. Поехали. Да, ребята, перед тем, как вообще начать, вам нужно 100% досмотреть это видео до конца, потому что в конце вы узнаете о том, как получить бесплатный урок, где мы пошагово рассказываем, как запустить нишу айфонов с нуля и заработать на ней деньги, сделать крутой результат. Мы сами их продаем, у нас три магазина. Кстати, да, о третьем магазине, который мы открыли в Питере, тоже будет специальный выпуск, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, это очень важно для продвижения наших роликов. Ну что, начнем? Да, начнем, Геннадий. Итак, ребята, в этом видео вы узнаете, как быть выше ваших конкурентов в топе, как сделать самые крутые продающие объявления и как заработать огромное количество денег в Авито. Один выпуск у нас уже был по этой теме, но там была пошаговая инструкция, как сделать рекламу на Авито от А до Я. Да, выпуск будет здесь. Ребята, не забывайте о том, что алгоритмы Авито обновляются постоянно, ежемесячно придумывается постоянно что-то новое, появляется что-то новое. И сегодня мы разберем эти моменты, разберем, как правильно сделать объявления, какие появились крутые идеи, какие появились новые фишки. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Раньше мы очень много видео снимали о том, как сделать массовый костинг. Мы на этом очень много зарабатывали. У нас по полторы тысячи объявлений было на одном аккаунте. Это вот в прошлом году было. Сейчас этого уже нет. Те, кто это делают, Авито блокируют, затягивают гайки. Поэтому мы подстраиваемся под алгоритмы Авито и все равно находимся в топе и зарабатываем деньги только на Авито. Так что мы сейчас расскажем, как это все сделать. Первый нюанс состоит в том, что, ребята, мы никогда не рассказываем о том, на чем сами не зарабатываем. Мы не являемся теми людьми, которые сидят где-то там в Москва-Сити, там снимают какие-то ролики, либо те люди, которые, вау, какие самые крутые аналитики. Нет, ребята, если мы говорим, как эффективно сделать рекламу, то я сам имею лично на айфонах три аккаунта, имея трех менеджеров, которые ежедневно делают мне продажи. Вот мы не говорим о том, на чем сами не заработаем. Если вы сейчас у меня спросите, ага, ну типа давай, что, покажите на свой аккаунт. Я вообще могу сейчас спокойно показать. У меня три аккаунта по Авито. Вот, ну, просто один покажу. Вот сейчас вот один из моих аккаунтов. Можете посмотреть статистику. Мы не рассказываем о том, на чем сами не зарабатываем. Это очень важный момент. Поймите это и уловите сейчас. Да, есть люди, которые просто там какие-то видео записывают про Авито, но на самом деле ничего сами не делают. Мы на практике выявляем, что работает, и сейчас расскажем, что будет. Все, ребят, сейчас вам Ваня все расскажет, все покажет. Вот вместо меня появится экран, где будет все наглядно, попунктно будем рассказывать. Так что я до конца этого ролика прощаюсь с вами. Ваня продолжает. Ребята, ну что, начнем, да. Авито сейчас стремится уже к тому, чтобы быть таким же маркетплейсом, как Валберес, Озон и так далее. Вы знаете прекрасно то, что у Валбереса есть такая система, то что когда вы, например, заполняете карточку товара, у вас высвечивается рейтинг этой карточки. В Авито уже потенциально есть внутренний рейтинг вашего объявления. Это очень важный момент. Первое, с чего мы начнем, это, конечно же, фотографии. Ребята, фотографии запомните, кто бы вам что ни говорил. Обязательно в каждом объявлении нужно делать по максимуму заполненного количества фотографий. То бишь, если написано, что 10 фотографий нужно, можно использовать, то нужно использовать 10 фотографий на максимум. Ребята, это очень-очень важно. Кстати, алгоритмы Авито считывают ту информацию, например, вот есть ваше объявление. Человек зашел на ваше объявление, листает, листает. И если он долистал до четвертой картинки и дальше перестал листать, Авито это считывает. И нам очень важно, чтобы человек долистал до последней фотографии. Поэтому первая фишка, лайфхак. К примеру, на первой фотографии вы можете размещать какие-то ключевые слова, которые сподвигнут покупателя долистать до именно последней фотографии. Например, долистал до конца и ты получишь вот это, вот это. Да, к примеру. Это можно все делать. Это делается для того, чтобы человек пролистал именно все 10 фотографий. Следующий момент. Ваши фотографии, они не должны быть вертикальны. Они должны быть горизонтальными. Это очень-очень важно. Потому что, например, ваше объявление видят покупатели, и у вас сфотографировано оно вертикально, фотография будет обрезана. Это очень плохо. Ребята, вторая фишка конкретно по фотографии. На первой фотографии вы можете делать инфографику. К примеру, давайте откроем с вами Авито и посмотрим, например, электросамокаты. Вот я листаю фотографии. И на этих фотографиях вы можете видеть инфографику. Могут конкретно написать модель самоката и прописать какие-то условия. То, что, например, он новый, партия 2023 года. Либо же там указана реальная цена за одну штуку. Либо же там может быть указано то, что гарантия 365 дней, выдаем все документы на руки. Ребята, поверьте, инфографика очень важна. Она выделяет вас среди других каких-то конкурентов. Поэтому, чтобы выделяться, можно дополнительно еще делать инфографику. Запомнили, да? 10 фотографий в каждом объявлении. Фотографируем горизонтально. Второе. И третье. Можно добавлять инфографику и делать уникальное предложение у себя на первой фотке. К примеру, долистай фотографии до конца и получишь это, это, это. Берите на заметку и пользуйтесь. Погнали дальше. Какой следующий момент у нас идет? Конечно же, это цена. Ребята, не бойтесь играть с ценой. Это очень круто. Это позволяет экспериментировать и выявлять, какое объявление лучше стрелы, а какое нет. По статистике, что вам скажу? Посмотрите, проанализируйте спрос и посмотрите, какие объявления и по какой цене выкладывают ваши конкуренты. Вот конкретно. Можете посмотреть, да? Листаю, смотрю, какая в среднем у людей цена. Я должен понять, да, то, что в Авито, вот кому бы я ни написал, мало кто выкладывает реальную цену. Как правило, вот если мы сейчас зайдем на объявление, там в тексте будет указано то, что цена будет указана за опт, либо же модель с несправным аккумулятором, либо же модель, на которой не будет гарантии, либо же, например, какое-то другое качество айфона, якобы их два. Одно с китайскими запчастями, другое, например, оригинальное и так далее. Поэтому вам стоит, вот, например, вы продаете айфон за 28 тысяч рублей, в объявлении у себя возьмите, укажите цену где-то на 4, там, на 5 тысяч рублей дешевле, чем ту цену, по которой вы продаете. Лайфхак. Первое. Во-первых, у вас будет диалог с клиентом длиннее, да? То бишь, он вас спрашивает, что за цена? И вы ему можете объяснить. То бишь, будет больше точек контакта. Вы больше с ним поговорите, проявите заботу о клиенте, объясните, почему идет такая цена. И, соответственно, у вас лояльность уже этого клиента к вам будет намного выше. Пользуйтесь. Поэтому запоминаем цену. Мы ставим на 4-5 тысяч рублей ниже. Не стоит делать цену еще ниже, потому что вам будет труднее закрывать человека на продажу. Потому что будет слишком большой разрыв между реальной ценой и ценой, которая стоит у вас в объявлении. Поэтому, ребята, пользуйтесь. Погнали дальше. Самое интересное, да? Самое интересное это то, что убивают люди в поисковом запросе в Авито. Конечно же, сейчас речь пойдет о заголовке и ключевых словах. И потом пойдет речь еще о нашем описании. Ребята, вот даже мы сейчас можем зайти на Wordstat, что я сейчас с вами уже и делаю. Например, забиваю iPhone 11, смотрю запрос по словам и вижу, какие самые ключевые запросы у нас здесь бывают. То бишь, чаще всего просто бивают iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 купить. Ребята, сейчас очень важно понять, какой заголовок делают у себя в объявлении. Ребята, бывает три разных заголовка. Про каждый из них я сейчас подробно вам объясню. Есть низкозагруженный, среднезагруженный и высокозагруженный. Заходим с вами на Авито. Давайте просто забьем iPhone, да? Я сбиваю. Что мы с вами получаем? Смартфоны, мобильные телефоны Apple в Москве. Ну, я смотрю в Москве, потому что мой поставщик находится в Москве. И, соответственно, рекламирую себя по Москве. Кстати, лайфхак – самая главная ошибка тех людей, которые, например, запускают какую-то нишу. Они находятся в одном городе, а их поставщик в другом. Они запускают рекламу здесь, а поставщик их находится здесь. И, соответственно, получается так, что это невыгодно. Запускайте рекламу там, где находится ваш поставщик. Итак, я зашел по Москве. Посмотрите, 37 тысяч объявлений конкретно по моему запросу. Здесь есть и iPhone 15, да? Пролистаем дальше тут. iPhone 12, iPhone 14 Pro Max и так далее. Ребята, посмотрите, какая высокая конкуренция. И, соответственно, как много вообще всех этих объявлений. Здесь конкуренция вот конкретно по этим объявлениям очень высока. И, что я вам скажу, не нужно у себя в объявлении писать низкозагруженные заголовки. Почему? Потому что люди вас, вы будете показываться людям, но не конкретно по вашему запросу. Это очень важный момент. И конкуренция в низкозагруженных заголовках намного выше, чем в каких-либо других. Теперь рассмотрим среднезагруженные заголовки. Что это значит? Например, вот я хочу выложить объявление на iPhone 11, да? Какой был бы идеальный заголовок для моего объявления, чтобы показать, чтобы человек пришел именно по моему целевому запросу на этот iPhone. Я, как правило, использую себя, например, iPhone 11. 128 гигабайт и можно еще добавить новый. Этого будет достаточно. Давайте посмотрим, возобьем объявление в поисковике. Так и сделаем. iPhone 11. 128 гигабайт. Новый. Вот, к примеру, здесь так вот и пишут. Уже Авито выдает нам те заголовки, которые самые такие ходовые. Вот. Ребята, смотрим. Да, вот пишут. iPhone 11. 128 гигабайт. iPhone 11. 128 гигабайт. Новый. Гарантия. Кстати, я уже вижу то, что это наши ученики, которые запустили iPhone на фотографии, сделанные у нас в магазине. Это наш фон. Вот. И уже очень много ребят, которые с нами сотрудничают, уже находятся в топе. Смотрим здесь. Объявление по запросу iPhone 11. 128 гигабайт. Новый. В Москве 913 всего объявлений. Ребята, конкуренция здесь намного ниже. И вам будут уже приходить целевые люди, которые приходят к вам уже по целевому запросу. Теперь разберем следующее. Бывает высокозагруженный заголовок. Что это значит? Ребята, это те люди, которые, например, продают автозапчасти. Они пишут там, например, покрышка такая-то, такая-то. Прописывают дюйм. Прописывают производителя, завод. Это слишком много. Например, вы можете вбить там iPhone 11 128 гигабайт новый, указать данные матрицы, указать оперативную память и так далее. Это слишком высокозагруженные заголовки. Их использовать не нужно. Ребята, делаем вывод. Какой же заголовок нам лучше всего подойдет? Конечно же, это средний загруженный заголовок. Не низкозагруженный, потому что там что? Высокая конкуренция, там очень много объявлений, и люди не будут вас искать по своему целевому запросу. Самый высокозагруженный заголовок – это неэффективно. То бишь, люди хотят просто посмотреть 11 iPhone, а не вбивать 11 iPhone, но так как у вас в объявлении слишком много слов, Авито не понимает, когда вас кому показывать. Когда, например, человек выдал iPhone 11, либо же, например, про матрицу, вы там тоже у себя написали в заголовке, он не понимает, по какому запросу вас конкретно показывать клиенту. Поэтому он будет показывать ваших конкурентов, у которых средний загруженный заголовок выше. Запомните этот момент. Так, ребята, вот давайте с вами просто теперь поговорим про описание, как правильно его составлять, и про ключевые слова. Первое, с чего вы начинаете свое описание – тот заголовок, который у вас был, вы добавляете сюда в самом начале. Не второй строчкой, не третий, а именно в самом начале. Все об этом уже говорят на YouTube, но, ребята, запомните, это влияет на выдачу вашего объявления в топы. Итак, что же такое у нас ключевые слова? Да, помните момент, сейчас здесь будет фотография, когда вот эти ключевые слова, они были просто описаны в конце текста. Просто там набор слов «iPhone 11 купить», «iPhone 11 нового», «iPhone 11 гарантии», просто вот такой вот список, либо же там по самокатам. «Электросамокат в Москве купить», «электросамокат купить с доставкой» и так далее. Ребята, Авито сейчас блокирует такие объявления, у которых написаны эти ключевики просто в конце. Ребята, это уже не работает. Как правильно делать? К примеру, да, вот у нас есть объявление. У нас, например, мы продаем iPhone 11 на 128 гигабайт. Вот как бы я сделал, да? Например, нужно вот эти вот ключевые запросы внедрять, просто вшивать в сам текст. Как это делать? Например, я в самом начале разместил iPhone 11 на 128 гигабайт. Дальше я пишу «Доставка iPhone 11 проходит день в день по Москве и Московской области». Потом пишу, например, характеристики iPhone 11 на 128 гигабайт фиолетового цвета. И прописываю, да, то, что работает Face ID, там, трутон и так далее. Я вшиваю ключевые запросы к себе в текст. И, ребята, не бойтесь делать, знаете что? Например, у вас заголовок по-английски написан iPhone 11 на 128, но не все же люди вбивают такой запрос английскими буквами. Правильно? Конечно. Поэтому здесь можете использовать так. Часть написали английскими буквами, например, iPhone 11. И напишите, например, русскими буквами. По-русски напишите у себя в тексте. Например, iPhone 11 продается там сегодня со скидкой 15% до 6 часов вечера. К примеру, да, просто, ну, ключевое слово я уже вшил к себе в текст, но написал его по-русски. Ребята, пользуйтесь, это реально работает, это реально очень круто. И Авито, чем больше у вас будет этих ключевых слов, тем выше вас будет показывать Авито по сравнению с другими конкурентами. Ребята, пользуйтесь, это очень важная информация. Ну что, ребята, приехала самая интересная и самая вкусная. Многие до сих пор не понимают, как работают алгоритмы Авито, вообще, из чего они делают какие-то выводы о том, какое объявление будет находиться выше, какое-то объявление будет находиться ниже и так далее. Ребята, давайте я вам сейчас об этом объясню. У Авито есть среднее время провождения клиента на вашем объявлении. Например, чем больше у вас фотографий в самом объявлении и чем дольше человек сидит на вашем объявлении и листает эти фотографии, Авито считывает экранное время, которое провел человек у вас на объявлении и, соответственно, будет показывать вас выше. Это очень важно. К примеру, если у вас 10 фотографий, а человек долистал всего до третьей фотографии и скинул ваше объявление и начал смотреть дальше, Авито понимает, ага, но тут человек зашел на объявление, долистал до третьей фотки, дальше ему не было интересно. Понимаете, да, меня? Поэтому здесь нужно, во-первых, каждое объявление упаковывать по максимуму, по максимуму по 10 фотографий, чтобы человек как можно больше времени сидел на вашем объявлении. Ребята, если вам написано, можно добавить видео. Добавляйте видео, без разницы, если это даже не ваш видеообзор. Просто зайдите на YouTube, бейте iPhone 11, плюсы, только плюсы, да, и добавьте это видео, скопируйте ссылку, добавьте к себе объявление. Как только человек перейдет на это объявление, Авито все равно будет считывать, какое экранное время провел человек на вашем объявлении. Понимаете, это очень важный момент. Следующее. Например, у вас есть описание, текст какой-то, правильно, да? У вас есть там ключевые слова. Чем больше ключевых слов вшито в само описание, тем ваше объявление будет показывать выше Авито, как это связано, с чем это связано. Когда, например, человек вбивает iPhone 11 русскими буквами, да, ему и будут показываться эти объявления, в которых есть эти ключевые запросы, ключевые слова. А если, например, человек вбил английскими буквами, да, и у вас тоже есть такое название в тексте, Авито вас тоже будет показывать выше, чем ваши конкуренты. Ребята, но самое главное, что влияет на ваш рейтинг Авито и на то, что будет показывать вас выше конкурентов. К примеру, возьмем, у вашего конкурента 10 фотографий по максимуму. Есть видео, крутое описание, у вас тоже самое. Но почему его будет показывать выше? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Ребята, запомните раз и навсегда, это отзывы. Отзывы очень влияют на то, как высоко вас будет показывать Авито. Поставьте себе задачу, вы начинающий предприниматель, каждый день накручивать по одному-два отзыва. Ребята, это очень сильно повлияет на ваш внутренний рейтинг вашего аккаунта. Ребята, запомните, отзывы реально решают. Но, ребята, запомните, если раньше можно было сделать так, что ты просто заходишь на объявление и оставляешь сразу отзыв, типа, вау, крутой телефон, мне все понравилось, все четко, да? Авито такой отзыв сейчас не пропустит. Вы помните, вот ближайший месяц-два, помните, была чистка. Реально удалили огромное количество накрученных отзывов. Ребята, нужно уметь правильно, грамотно накручивать отзывы, чтобы Авито вас не блокировало. Кстати, информацию об этом мы даем нашим ученикам, которые продают с нами айфоны и сотрудничают не только по айфонам, но и по другим товарам, которые мы продаем. Сейчас просто айфоны хорошо качают, и мы продаем их. Ребята, очень важно, многие новички заходят на Авито, делают какое-то объявление, и Авито им говорит, сделай продвижение X10, там, XL и так далее, X20, X15 и так далее. И вы просто платите свои деньги, а потом не понимаете, почему у вас, казалось бы, вы купили X10, да, что у вас должно быть в 10 раз выше просмотров, но почему-то это не так. Что же здесь делать? Ребята, перед тем, как продвину свое объявление и сделать на него рекламу, объявление уже должно выстрелить. У наших учеников есть стратегия, которой они пользуются и экономят свои деньги на продвижение. Ребята, это очень важный момент, продвижение такая тема, то, что вы заплатите Авито, сделайте рекламу на то объявление, которое изначально уже не зашло, оно не будет набирать. Не ждите сказки, то, что вы заплатили, и оно станет стрелять. Нет. Наши ученики делают такие инструменты, с помощью которых у них объявления залетают без какой-либо рекламы, без X10, XL, без какой-либо внутренней рекламы Авито. Ребята, это очень интересная тема. Если вы хотите это узнать, пишите мне по бесплатному уроку, Саюба, ну, кстати, условия будут в конце этого видео. Ребята, еще расскажу очень важный момент, который влияет на выкладку объявлений. Очень много людей, приоткрою вам тайну, выкладывают объявления с утра. Часов в 9, там 8, дети, ребята. Я выкладываю айфоны ночью. Да, ночью. Ребята, еще важный лайфхак. Не бойтесь размещать объявления не по тому адресу, по которому действительно находится ваш магазин. Например, если магазин находится на Чертановской, я буду размещать объявления по всей Москве, чтобы охват людей был больше. Например, человек находится на противоположной станции, там, метро, это ВДНХ, к примеру, да, это на севере. Я буду вкладывать там объявления. Если человек находится на той станции, и у меня в объявлении указана станция метро ВДНХ, оно будет показываться выше, чем у других конкурентов. Поэтому просто возьмите все точки Москвы и размещайте объявления по всей Москве. То же самое вы можете делать и по другим нишам в своих городах. Не нужно все объявления выкладывать постоянно по одному адресу. Нужно охватывать как можно больше аудиторию, и, соответственно, вас будет больше видеть людей, а охвата людей будет больше, больше заявок, больше продаж. Это очень важный момент. Итак, ребята, сейчас будет сказана самая важная информация, которая непосредственно повлияет на ваши продажи и на ваши результаты. Как правило, очень много людей умеют делать рекламу. Вот эта информация, она будет в общем доступе, она будет бесплатной на Ютубе. Таких, как вы, огромное количество. Все вы можете делать крутую рекламу, а есть даже многие блогеры, люди, которые обучают только тому, как правильно делать рекламу. Я сам в свое время покупал такое обучение, и у меня был момент такой, то что я протестировал 10 ниш, я реально сделал очень крутую рекламу, но, к сожалению, продаж у нас не было. Заявки – это даже не половина всего процесса заработка денег. Заявки вы можете получить очень легко, но для того, чтобы начать зарабатывать. Вот Ваня занимается конкретно скриптами, он на передовой в нашей компании занимается именно продажами. У него у самого три аккаунта, там менеджер и так далее. И благодаря тем скриптам, которые он выработал, наши ученики генерят огромное количество продаж в наши магазины. Именно поэтому мы сейчас открыли, вот буквально сегодня открыли, вот небольшой спойлер, магазин по айфонам в Питере. У нас было около 11 айфонов, сегодня один из учеников, просто один из учеников сделал пять продаж. Да. Просто за несколько часов. Мы там кипиш навели, вы можете вот в телеграм-канале посмотреть всю эту информацию. И для того, чтобы получить бесплатную консультацию, бесплатный урок, вам нужно обязательно подписаться на этот канал, оставить любой комментарий, состоящий более чем из четырех слов под этим видео, и написать нам в телеграме «Хочу бесплатный урок». Мы связываемся с вами, отправим бесплатную информацию, которая уже позволит вам сделать первые заявки. И там будет очень крутая информация по именно продажам и лайфхаке определенные. Это поможет вам сделать первые результаты. Ребята, очень важный момент. На Авито вы можете размещать рекламу, получать огромное количество заявок, сливать деньги на рекламу, но продавать вы не будете. Ни в одном наставничестве обучения вам не предоставят свои личные скрипты продаж. Ребята, какой дурак будет вам говорить свои личные скрипты продаж и делать себе конкурентов. Дело в том, что наши ученики, они с нами становятся партнерами. И почему им предоставили вообще всю выжимку, весь концентрат, пошаговые пункты, что говорить клиентам по конкретной нише, чтобы их закрывать на продажу. А дело в том, что они наши партнеры, и мы работаем с ними по системе дропшиппинг. Да, мы зарабатываем с каждой вашей продажи. Нам выгодно, чтобы вы продавали много. Нам выгодно, чтобы вы продавали, зарабатывали много. И наши ученики, которые вообще с нуля залетали, сейчас состоят в клубе миллионеров, который мы недавно открыли. Там уже мы с ребятами работаем, как выйти до миллиона рублей. Есть ребята, которые зарабатывают от 100. Там есть 250, 400. В общем, эти ребята начинали с нами с нуля. Да, плейлист с этими ребятами будет здесь. Можете посмотреть. Есть на канале отдельный плейлист с результатами учеников. Но больше всего результатов публикуем в нашем телеграм-канале. Эти ребята ежедневно делают продажу. И дело в том, что это абсолютно разные люди. Это новые люди, которые начали зарабатывать на своем деле. Так, несмотря на то, что у нас достаточно много кейсов с учениками, это лишь очень маленькая часть вершины айсберга. Это мы успели заснять с теми людьми, которые были в Москве, либо там приезжали, либо как-то по Zoom. Но огромная часть учеников, которые делают результаты, мы пока с ними еще не записывали кейсы. По определенным причинам. Либо они не хотят, либо у них нет времени, либо у нас нет времени. Но мы над этим будем работать и, соответственно, делать так, чтобы кейсов учеников было все больше и больше на нашем канале. Все, ребята. Не ждите, действуйте, запускайтесь конкретно по айфонам, по самокатам и так далее. Сезон сейчас только растет. Массовая заварушка сейчас будет до Нового года. Поэтому всем спасибо. Вы были на канале Путь к миллиону. Поставьте лайк, комментарий и бегите за бесплатным уроком. Прямо сейчас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.